Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме и нашему девизу «За вожуха, плаке, мёртых, разбивая молнии» мы продолжаем выдавать свои собственные секреты. Психфармыч, наш гуру, сказал, хватит вообще рассказывать про других. Рассказывайте о себе. Кому интересны другие, вы интересны. Ну и приходится рассказывать. К сожалению, приходится выдавать собственные секреты. Сегодня мой главный секрет, почему я не лечу кровью младенцев. Вы скажете, а что, есть врачи, которые лечат кровью младенцев? Есть такие врачи, мы, кстати, о них рассказывали. Ну, это известная клиника Академика Смулевича, которые всегда развлекаются с вялотекущей шизофренией. Помните, что есть такая концепция. Вялотекущую шизофренией вставили за что угодно. Ну и чем она была удобна? Тем, что она плохо лечилась. Соответственно говоря, можно было больного не лечить. То есть, любой больной, который плохо лечился, мог быть зачислен вялотекущей шизофренией. Опять же, очень многие думают, абсолютно зря, что была придумана Академиком Снежневским для того, чтобы гнобить диссидентов. Не так абсолютно. Эта концепция, ну, может быть, она задевала каких-то диссидентов. Но основная масса людей 99,999 там в периоде, это были обычные люди, которые вообще никогда никакой политики дел не имели. Конечно, эта вялотекущая шизофрения была очень удобна, поэтому, когда она была отменена, это было начало 90-х годов, ее постарались запрятать, и действительно очень хорошо спрятали в шизотипическом расстройстве, в другом типе шизофрении. То есть, просто взяли и от руки приписали к международной классификации 10-го пересмотра свои эти диагнозы. Так что вот такая концепция. В целом нет психозов, то есть, нет шизофрении. Любые симптомы, которые плохо лечатся, больной не лечат, ему становится тяжелее его переводить на инвалидность, ну, и пишут там шизотипическое расстройство или какие-то другие типы шизофрении. Одним из таких расстройств, которые тоже входят в категорию вялотекущей шизофрении, а теперь шизотипического расстройства, это, конечно, пациенты, которые жалуются на постоянную слабость. Хочу вас сразу предупредить, если вы с такими жалобами на слабость попадаете в определенную клинику, то вам ставят инновационные диагнозы, типа или фейковые. Инновационные это шизоостыния, такого вообще не было, да, и придумка. Ну, и есть эпохондрическая шизофрения, которая вообще-то раньше была, но уже лет как 30, больше, чем 30 отменена. Конечно, это все нарушает законы, конечно, таких, собственно говоря, диагнозов нет, но с другой стороны, а как еще показать, что у человека слабость, и он не лечится, и лечиться не хочет. Вот такими диагнозами и показывают. И дальше начинают их пытать. Мы уже об этом рассказывали, да. Это терия, целая серия пыток, которая состоит из определенных этапов. Первое, конечно, поскольку это инновационные фейковые диагнозы, эпохондрическая шизофрения и шизоостыния, то им назначают препараты, которые здесь не показаны. Это первое нарушение. Второе нарушение, второе, второе крукада. Почти все препараты, которые они назначают, они вызывают сонливость, вялость, чувство усталости, головокружение. То есть, они вызывают остыни. То есть, остыни и слабость лечатся препаратами, которые вызывают слабость. Если больной еще спит, и эффективность лечения недостаточно, а как она может быть достаточно при вялотекущей шизофрении, то эти препараты, они же не все сразу назначаются. Они чередуются. Сначала 3, 4, 5, 6 одних препаратов, потом 3, 4, 5, 6 других препаратов. Конечно же, ничего не получается, потому что все они вызывают слабость и усталость. Тогда электросудочная терапия. А вдруг она пациентам взбодрит? Что такое электросудочная терапия? Наносится электрический разряд при помощи вот такого ящичка, который вырабатывает электрический ток, бьют по головному мозгу. Что это, собственно говоря, такое? Это вырубание электрической активности мозга. То есть, вообще, вы сбиваете электрические импульсы головного мозга, и дальше они восстанавливаются как-то сами. Ну и ученые думают, что вот была электрическая активность какая-то не та, а теперь вот они, когда перезапущены, она станет той же. Вот я помню, мы... Я не знаю даже, почему мы так делали, мне как-то странно, что для того, чтобы компьютер заработал, это было лет 20 тому назад, мы его вырубали из сети, потом обратно в сеть включали. Вы знаете, иногда получалось, компьютер почему-то начинал работать. Не знаю почему. Так вот, делают такие электросудочные сеансы, их несколько, это не то, что один, это 10 сеансов, 6 сеансов таких делают. Вообще-то говоря, этот метод применяется до сих пор, но это применяется для тяжелых резистентных терапий затяжных депрессий или психотических депрессий, когда пациента действительно очень трудно лечить. У нас есть про психотические депрессии, есть, посмотрите, пожалуйста, ролики. Так вот, надо вам сказать, что в остальном этот метод уже не применяется, тем более при инновационных диагнозах. Почему? Побочные эффекты, в принципе. У человека, во-первых, его надо обследовать хорошо, у него не должно быть патологии определенной головного мозга, он, у него не, ну, на самом деле память же нарушается. Представляете, вы выключаете все нейроны сразу, и как они там начинают восстанавливать связи, тоже непонятно. Не всегда получается так, как надо. В общем, конечно, это настоящие пытки, и конвенция ООН, это самое о том, что пытки запрещены, она в данной ситуации не выполняется, но это, в общем, мало кого интересует, потому что надо лечить шизостыни. И вот именно эти врачи в конце концов дошли и до крови младенцев. Ну, слава богу, они не кровью младенцев лечат, а берут всего лишь кровь из пуповины. Вот когда ребенок рождается, знаете, что у него есть пуповина, берут кровь из пуповины, которая богата стволовыми клетками. Потому что, смотрите, ему назначали кучу препаратов, которые вызывают остыни, а он еще спит. Ему назначали ЭСТ, а им все равно ничего не помогает. То есть, там электрической активности головного мозга уже нет. И тогда берут кровь из пуповины младенцев, из плаценты, и, собственно говоря, вот эти самые стволовые клетки и назначают. Ну, никому не интересно. Понятно, что если человек назначает, выдумывает диагнозы, назначает препараты без показаний, тасует эти препараты как ему угодно, назначает больному без показаний ЭСТ, то и понятно, что никаких ограничений для него неморальных нет. Например, в этом НЦПЗ, где это все творится, нет, собственно говоря, он в перечне учреждений здравоохранения, которые осуществляют забор, заготовку и трансплантацию органов или тканей человек. Ну, это мало кого интересует. Потом, откуда мы все это узнали? Это все оформляется в виде диссертации. То есть, это не просто так. Это наука, представляете? Ну вот, теперь, почему мы всего этого не делаем? Ну, мы всего этого не делаем, потому что мы правильно ставим диагноз. Вот мы такие люди, профессиональные, видите, врач поставит диагноз без тетоскопа в ушах. То есть, нас никто не может убедить и принудить в постановке фейковых диагнозов. Как-то ипохондрическая шизофрения, сыностопатическая шизофрения, детский тип шизофрения, латентная шизофрения, псевдоним. Вот никто нас не может заставить. А раз нас не могут заставить ставить такие диагнозы, то нас и не могут принудить лечить кровью младенцев, стволовыми клетками, электросудочной терапией лечить, фейковые диагнозы, назначать кучу различных препаратов, которые заведомо не могут помочь. Почему мы можем так поступать? Ну, основываемся, конечно, на международной классификации болезни 11-го пересмотра. К счастью, вот там таких диагнозов не будет. Значит ли это, что не подпишут? Могут и подписать в русский перевод. Поверьте мне, могут и подписать. Не знаю, как это будет сделано. Следите, пожалуйста, за этим внимательно. Но, к чему я это все вам рассказываю? Конечно, очень многие пациенты хотят лечиться, лечиться, еще раз лечиться. Поэтому, если вы такой пациент, если вам нравится такой подход, что вам назначают множество медикаментов без показаний, что их постоянно тасуют, что вам будут назначать СТ без показаний, что вам будут назначать стволовые клетки, что вам еще что-нибудь там будут назначать инновационные, пожалуйста, я вас очень прошу, это не к нам. Это к тем врачам, которые этим занимаются. В общем-то, таких врачей много, поверьте мне. Не только в энцепазании сидят, они сидят везде, в каждом учреждении вы найдете такого энтузиаста. Я очень прошу, к нам, пожалуйста, приходить не надо, потому что мы лечим иначе. Еще есть одна очень и очень такая большая просьба. Конечно же, эти врачи, они, ну, скажем, в энцепазании, ну, что там сказать, участвуют в обучении других врачей. Ну, и выглядит это, конечно, так, как в этой карикатуре. Значит так, берем сушеную лягушку, семь крысиных хвостов, тщательно перетираем. Я вас, пожалуйста, очень прошу. Значит, ну, не пишите нам, вот, и часто в комментах там, а где-то, ну, предположим, там, я не знаю где, но хотел сказать Юрюпинск по привычке, но уважаю этот город, ничего не буду сейчас по этому поводу говорить. Ну, где-нибудь, ну, в Мухосранске, например, кто-нибудь там лечит какие-нибудь там не стволовыми клетками, а какими-нибудь лягушками. Я вас очень, пожалуйста, прошу, не пишите нам об этом в комментах. Нам это совершенно не интересно. Еще раз говорю, есть множество психиатров, психиатров, которым это интересно, и которым это может понравиться. И зрителей тоже есть множество. Нам об этом писать не надо. У нас есть некие моральные ограничения. Мы чтим конвенцию ООН о правах человека, ну, и мы сочувствуем пациентам тоже. Как всегда, в конце нашей мини-лекции о стволовых клетках и их чудесных свойствах я вас, пожалуйста, прошу, подписывайтесь на наш канал. Ну, кто еще вам сделает такую рекламу, что есть врачи, которые будут вам назначать десятки препаратов? Многие действительно этого очень-очень жаждут. Ну, и есть врачи типа нас, которые даже под угрозой расстрела этого делать не будут. Как бы то ни было. Комменты, лайки, подписка. Становитесь спонсором нашего канала. Ну, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok